Давайте на полные результаты жеребьевки посмотрим, оценим все пары и еще раз порадуемся тому, что Зенит, во-первых, занял первое место в группе, соответственно, будет иметь преимущество своего поля в ответ на матчи, это порой важно, плюс у нас поле будет хорошее уже в марте, все-таки они в феврале, ну и есть несколько топовых пар. Ну а есть несколько и не топовых пар, я думаю, что больше всего, может быть, такой жеребьевкой доволен Вольсбург, который вообще впервые играет на данном этапе Лиги Чемпионов, ему тут же достается Гент в 1-8 финала. Легенд доволен жеребьевки, ну и то, что Парис Инжермен и Челси второй год подряд играют на одной и той же стадии, то, что Арсенала Барселона, по-моему, уже друг друга возненавидят скоро, Ювентус и Бавария, это пара по сумме, пожалуй, самая запредельная для 1-8 последних лет, так что так жеребьевка злая, злая. Ну это 1-8 финала Лиги Чемпионов, здесь... Так и должно было быть, я думаю, что еще Атлетико Мадридский вполне доволен жеребьевкой, потому что ПСВ, голландская команда, мадридцам вполне по зубам. Давайте посмотрим, что же такое Бенфика прямо сейчас, последние матчи этой команды, Бенфика не лидирует в чемпионате Португалии, как раз недавно Локомотив играл с лидером чемпионата Португалии, это Спортинг, но Бенфика, естественно, тоже там наверху, это традиционная тройка, португальская Бенфика, Порту и Спортинг. Саш, ну я знаю, ты традиционно следишь за вот этим романтичным футболом гораздо больше, Бенфика сейчас это действительно не такой уж сильный соперник? Нет, нет, конечно, Бенфика в соку своей обычной игры в чемпионате Португалии, где просто подрос Спортинг за последнее время, небольшой спорту Порту, я думаю, все прекрасно понимают, насколько Португалия важна, как наш соперник еще и в коэффициенте UEFA, и мы понимаем, что она выше, и никакая команда из Португалии, из этой тройки, по Локомотиву тоже мы проверили, да, не может быть простой. Они играют очень легко в свой вкусный, уверенный футбол в домашних матчах, и поэтому для Зенита этот соперник, априори, не может быть легким. Может быть даже Зениту где-то было бы чуть проще играть с командой, которая его бы давила. Бенфика не будет давить Зенит, она будет пользоваться тем, что Зенит, по идее, укомплектован поярче. А то, что Бенфика, например, в гостях обыграла Атлетика Мадрид, это тоже напоминает судьбу. Да, Бенфика ведь сама решала свою судьбу, она могла занять первое место, для этого достаточно было в последнем туре сыграть в ничью, насколько я помню, с Атлетику. Но в итоге Атлетику выиграл в Лиссабоне. Не знаю, мне кажется, что не стоит судить об уровне команды, опять же, по одному этому матчу. С другой стороны, если Атлетику может в гостях Бенфика обыгрывать, то Зенит, наверное, может тоже. И наоборот, и наоборот, Бенфика начала же турнир во втором туре, обыграв Атлетика Мадрид на выезде. И эта Бенфика, еще раз говорю, это полуаргентинская такая, немного с бразильским привкусом команды, но очевидно, очень техничная, имеющая довольно глубокое понимание футбола, своего, своеобразного и независимого, как, например, тот же Вольсбург, на мой взгляд, от определенных лидеров, от какого-то сегодняшнего состояния. Бенфика может 10 лет оставаться Бенфикой, сменив за это время свой состав. Ну, у нас будут реальные козыри, мне кажется, что Бенфика именно в плане того футбола, который она демонстрирует, для Зенита вариант хороший, потому что Зениту было бы сложнее с командой, которая бы априори стала закрываться. Сам Зенит при Андрею Галышбоше изменился. Команда Спалетти, команда Адвоката, это был атакующий Зенит, который, набрасываясь на такую Бенфику, мог бы получить по полной программе. Теперь Зенит в основном играет на контратаках, как раз то, за счет чего он одержал 5 побед в 6 матчах. И против Бенфики футбол Зенита, но он чуть ли не оптимален. И еще важно, что все-таки Зенит тренирует Андрею Галышбош, человек, который вырос как тренер Порту, во многом еще и до этого работал с небольшой командой в Португалии, тоже поднимавшийся мимо Бенфики. И все время считавший Бенфику своим соперником, ориентиром для того, чтобы его атаковать и играть против него. Ну и, собственно, его знания о португальском футболе важны. И вот эта внутренняя эмоциональная струна. Он анти-Бенфика в какой-то мере, да, Бош? Наверное, в той же мере и Халк. Халк, да. Анти-Бенфика, да, он играл за порт. Ну, конечно, конечно. Зато у Зенита есть еще и человек, который чуть-чуть Бенфика в своем сердце, так с Эльбицей. Стадия Лиги Чемпионов для команды Андре Вилоша-Боша была как розыгрыш карт в покере. Он без проблем собрал лучшую комбинацию из пяти карт, пяти побед, и забрал весь банк, первое место в квартете. Начало было положено еще в сентябре, в Валенсии. Уже к концу первого тайма Петербуржцы вели 2-0, благодаря точным ударам Халка. Он был главным героем того поединка, вел за собой всю команду. Но преимущество сыграло с гостями злую шутку, они расслабились. А вот испанцы напротив приложили максимум усилий и сравняли счет. Неоднозначной в тот вечер была игра вратаря «Зенита» Юрия Ладыгина. Но беды удалось избежать. На 76-й минуте Шатов нашел передачи Витцеля. Бельгиец забил важнейший мяч и принес «Зениту» первую победу 3-2. Почти через две недели на Петровский пожаловал Гент. И на этот раз в первом тайме петербуржцы сделали себе задел на будущее. Артем Дзюба с передачи Халка выводит свою команду вперед. Но после отдыха чемпион Бельгии показал зубы и восстановил статус-кво. В той игре место в воротах «Зенита» занимал Михаил Киржаков. И проявил себя с лучшей стороны, несмотря на пропущенный мяч. Стадион гнал свою команду вперед, и она не подвела. Халк выдал пас на ход Шатову. Полузащитник на паузе переиграл вратаря. В итоге 2-1. Так на руках Боуша уже была хорошая пара. Пара нападающих Халк и Дзюба с отличным взаимопониманием и реализацией. А также пара побед перед матчем с Леоном. Поединок с французами развивался по сценарию двух предыдущих игр. В первом тайме «Зенит» выходит вперед. Быстрый гол Дзюбы случился в самом начале. Во втором тайме соперник сравнивает счет. Но быстрый ответ петербуржцев вернул команде уверенность. В концовке гости ринулись отыгрываться. Подопечные Боуша поймали их на контратаке. Мигель Дани поставил эффектную точку 3-1. Любопытно, что португалец был одним из лучших среди игроков турнира, пробежавших наибольшее расстояние по итогам первых трех туров. Что еще раз говорит о его работоспособности. Итак, к двум победам «Зенит» добавил третью. Все складывалось удачно. Через пару недель «сини-белые-голубые» прибыли во Францию на ответный матч с Леоном. В стартовый состав команды на поединок Лиги Чемпионов вернулся Юрий Ладыгин. И это при том, что достаточно уверенную игру демонстрировал Михаил Киржаков. Но Ладыгину вместе с защитниками удалось сохранить ворота вне прикосновенности. Гости, в свою очередь, воспользовались пространством в тылу врага. Быстрые атаки сделали свое дело. Два выстрела «Дзюба» принесли «Зениту» победу 2-0. В тот момент в списке бомбардиров Артем уступал только Роналду. При этом россиянин нанес в три раза меньше ударов по воротам, чем португалец. «Зенит» стал единственной командой, одержавшей победы во всех четырех матчах группового этапа Лиги Чемпионов. А «Виллыш Бош» добавил очередной успех и карту в свою комбинацию. Оставался последний шаг, чтобы занять первое место в группе. «Валенсия» приехала в город на Неве с жаждой реванша. Но за весь матч испанцы так и не смогли создать «Зениту» настоящие трудности. Хозяева в каждом тайме по разу поразили ворота соперников. Отметим щедрость Мигеля Дани. 2-0. Юрий Ладыгин провел 50-й матч в российской карьере на ноль. «Зенит» впервые занял первое место в группе Лиги Чемпионов. Так «Бош» по порядку собрал пять побед. Словно пять карт комбинации «Ройл Флэш». Заключительный поединок с «Гентом» уже не имел турнирного значения. В Бельгию команда отправилась без «Вицеля», «Халка» и «Смольникова». Впервые на этой групповой стадии «Зенит» пропустил первым. Ответным мячом отметился «Дзюба». Артем стал первым россиянином, которому удалось забить шесть мячей в рамках розыгрыша Лиги Чемпионов. Артем в итоге занял третье место в бомбардирской гонке. «Халк» стал одним из лидеров списка ассистентов. А «Мигель Дани» второй по преодоленной дистанции. Но в тот вечер «Гент» не оценил всех этих показателей. Команда сумела дожать петербуржцев и победила 2-1. Впрочем, комбинацию «Боша» это не испортило. «Зенит» выиграл пять матчей, занял первое место в группе. Успешно прошел эту часть турнира. Теперь на кону плей-офф. И здесь может быть абсолютно другой расклад.